Ола Амигос, на связи Матвей. Вот уже прошло более двух недель судебных разбирательств между Apple и Epic Games. Что там происходит, никому неизвестно, кроме меня. Поэтому сегодня в этом видео я вам расскажу, что же на данный момент происходит на фронте войны Apple с Epic Games, что в суде они выясняют, каким выводом они пришли и когда же всё-таки Fortnite вернётся на iOS. А поверьте мне, произошло много чего интересного, о котором я вам обязан рассказать, так что этот ролик обещает быть мега крутым, ни в коем случае не переключайтесь. Не хочу долго затягивать, поэтому если вы впервые на этом канале, если вы так же, как и я, играете в Fortnite на мобильном устройстве, то обязательно оформите подписку, тут вы сможете найти единственный и лучший контент по Fortnite Mobile во всём СНГ. Также, ребят, поддерживайте меня в ежедневном магазине Fortnite, мой дегатор мотивкара вводите и покупайте исключительно с ним. Ну а также вы можете делать скрыны ваших покупок с моим тегом, добавлять их в специальный альбом нашей группы канала ВК, ну или специальный канал в нашем дискорд-сервере, ссылку на это всё вы сможете найти в описании, потому что именно таким образом вы сможете попасть в ролик, как и следующие ребята в конце видео. Ну а также теперь я читаю имена трёх пользователей, которые первые оставили комментарии под последним видео на канале. На этот раз огромное спасибо Георгию Михалкову, Андрею Горбунову и Славе. Очень рад, что смотрите мои видео первыми. Надеюсь, вы меня поняли, и теперь давайте я вам наконец-таки расскажу, что происходило на протяжении двух недель судебного свидательства между Apple и Epic Games, кто выигрывает, кто проигрывает, какие вопросы они успели обсудить и какие вопросы они ещё будут обсуждать, ну и главный вопрос, когда Fortnite вернётся на iOS-устройство. Так, ребят, хочу сообщить сразу, информации крайне много, поэтому буду стараться говорить всё максимально кратко и понятно для ваших ушей. В первую неделю судебных разбирательств был ход Apple, то есть компания Apple атаковала компанию Epic Games аргументами по делу о монополии на современном рынке. И вследствие этой атаки на поверхность всплыло много интересной информации, касаемо компании Epic Games. А конкретно их положение на рынке, их заработки, конкретно заработки с игры Fortnite и много чего другого интересного. Об этом я уже делал видео на своём канале, включая видео о всех нереализованных планах Epic Games в их игре Fortnite. Так что, кому будет интересно, обязательно посмотрите этот ролик по подсказочке в правом верхнем углу. Такого, я уверен, вы ещё нигде не слышали. Но сейчас вернёмся к тому, о чём я ещё вам не рассказал. Во-первых, по итогу первой недели стало известно о многих чёрных делишках компании Epic Games. А конкретно, тайные договорённости компании Epic Games, компании Sony и Microsoft. А все договорённости, как ни странно, крутятся вокруг Fortnite и их кроссплатформенности на консолях PlayStation и Xbox. Дело в том, что от донатов в игре на PlayStation и Xbox этим компаниям переходит небольшой процент денег. При этом стоимость V-Bucks'ов остаётся прежней. Но при этом Epic Games не платит ни копейки за размещение Fortnite в магазинах PlayStation и Xbox. И, конечно же, ничего не платит за кроссплатформенность игры. Выгоды заключаются в том, что с того, что эта игра становится бесплатной и кроссплатформенной, в неё играют больше людей на этих консолях. Ну и, соответственно, чем больше людей в неё играет, тем больше в неё донатят. И, соответственно, тем больше она приносит прибыль. Тем самым подсчитали, что за целый год одна игра Fortnite приносит компании Sony и Microsoft по миллиарду долларов каждой. Естественно, это возмущает компанию Apple. Ведь как ни это является монополия, против которой борется Epic Games. Так что эта ситуация становится основным аргументом Apple в суде с Epic Games. Ну и, в принципе, это всё, что нужно знать о первой неделе судебных разбирательств между Apple и Epic Games. Давайте перейдём ко второй неделе. На второй неделе суда начинается уже атака Epic Games в сторону компании Apple. Эпиков больше всего возмущает тот факт, что iOS является закрытой системой. И они стараются давить на компанию Apple тем фактом, что iOS — это закрытая платформа, и попасть на эту платформу можно лишь одним способом, то есть через цифровой магазин App Store. И именно этим фактом Epic Games доказывает монополию Apple в сторону разработчиков приложений на iOS. Ведь чтобы разместить своё приложение на iOS, нужно пройти много проверок. Перед тем, как это приложение выйдет в App Store, соответственно, влить в это немало денег. Но начинающие разработчики, естественно, не имеют таких больших денег, поэтому шансов у них попасть на рынок iOS, то есть в App Store, очень мал. В пример, они всегда стараются приводить систему Android, то есть у них есть Play Market, откуда ты можешь качать приложения, ну а также на Android можно с лёгкостью скачать любые АПК-приложения с интернета, естественно, если они не вредоносные. И таким образом можно подумать, что Epic Games реально заступается за начинающих разработчиков приложений, и они стараются сделать так, чтобы у них было столько же шансов попасть на рынок iOS, как и у тех разработчиков, у которых много денег. Но думаю, что даже умственно отсталый поймет, что всё это Epic Games говорят ради того, чтобы вернуть Fortnite на iOS, соответственно, чтобы заработать ещё больше денег, чем зарабатывают они сейчас. Ведь если бы не эта закрытая система на iOS, Fortnite бы с лёгкостью качали на iOS-устройство через интернет, типа приложения АПК, но только для iOS. И если бы так можно было бы делать, то, уверен, Epic Games даже не запаривались по поводу того, что их игру удалили из App Store. Ну а потому, что iOS закрытая платформа, соответственно, Epic Games теряет кучу денег с игроков на iOS. А я повторяю, что большинство мобильных игроков, а именно 85%, играли именно на iOS-устройствах. Вы просто представьте, сколько денег теряет компания Epic Games. В свою очередь, компания Apple защищается теми аргументами, что iOS в первую очередь создана для удобного пользования. Что их операционная система iOS на мобильные устройства максимально проста, и ей может пользоваться даже младенец. Глава Apple, Тим Кук, заявлял, что если разрешить скачивание приложений из интернета на iOS, то это только усложнит работу системы. А их цель сделать систему максимально повседневной, знакомой, чтобы к ней мог привыкнуть даже тот человек, который ни разу не пользовался смартфоном в своей жизни. Также он заявляет, что у них уже есть открытая система под названием macOS. Здесь Тим Кук заявляет, что macOS в подавляющем большинстве пользуются профессионалы, которые знают свое дело, и, соответственно, им для работы нужно предоставить доступ к скачиванию приложений со всего интернета. Ну и в принципе, это все, что обсуждалось на второй неделе судебного заседания между Apple и Epic Games. Сейчас предлагаю подвести итоги и посмотреть, кто же этот суд проигрывает, кто этот суд выигрывает, и главное, когда все-таки Fortnite вернется на iOS-устройство. Тут я могу подметить, что обвинения компании Epic Games идут в лоб в лоб с обвинениями компании Apple, поэтому могу оценить ситуацию как 50 на 50. Были выдвинуты весомые обвинения как и со стороны Apple, так и со стороны Epic Games. Правда, с небольшой погрешностью, ведь обвинения в сторону Epic Games были более весомыми, чем обвинения в сторону Apple. Поэтому более лидирующее положение в этом судебном разбирательстве занимает компания Apple, нежели компания Epic Games. В любом случае, впереди еще целая неделя нашего суда, поэтому, думаю, как раз-таки 28 мая должна решиться судьба Fortnite на iOS-устройствах. Тогда Fortnite вернется на iOS уже в июне, но здесь есть только два варианта. Либо Epic Games реально выигрывает суд, и Fortnite безоговорочно возвращает на iOS-устройство, либо положение двух сторон на этом суде остается 50 на 50, и по итогу эти две стороны придут к общему компромиссу, и в таком случае Fortnite тоже вернется на iOS. Здесь исключаем только один факт, потому что если Apple выиграет этот суд, то, скорее всего, Fortnite не вернется на iOS, и мы не знаем, когда ожидать игру обратно на айфонах и айпадах. Поэтому будем надеяться, что в суде будет либо ничья, либо выиграет сторона Epic Games. Ну а у меня пока что для вас это всё. Огромное спасибо за просмотр этого видео. Если вы досмотрели этот ролик до этого момента и до сих пор не поставили лайк, то сейчас же это исправьте, я старался. Также пишите в комментариях, что именно вы думаете по этому поводу, будет очень интересно узнать. Ну и по традиции, с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego.